МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите новости 24. Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, президенты Узбекистана и Турции провели телефонный разговор. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мерсиёева с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом. В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю Рамазан-Хаита, являющегося для всего мусульманского мира праздником радости и благодарения, щедрости и доброты. Лидеры пожелали друг другу и братским народам двух стран благополучия и процветания. Президенты особо остановились на вопросах двусторонней повестки. С удовлетворением отмечено тесное партнерство в борьбе с современными вызовами и угрозами. Выражена взаимная поддержка принимаемым в обоих государствах решительным мерам по противодействию распространению коронавируса, осуществляемой антикризисной программе по минимизации негативных последствий этого опасного заболевания, оказанию адресной поддержки населению, содействию развитию ключевых отраслей экономики и бизнеса. Глава нашего государства выразил искреннюю признательность лидеру Турции за оказанную практическую помощь в борьбе с пандемией, а также в связи с чрезвычайным происшествием на Сардабинском водохранилище. В ходе беседы важное внимание было уделено расширению узбекско-турецких многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах. Узбекистан и Турция заинтересованы в развитии эффективных региональных транспортных коридоров, включая активное использование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также формирование благоприятных условий для увеличения объемов грузоперевозок. Отмечена важность своевременной реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе решение первого заседания Совета стратегического сотрудничества, состоявшегося в начале года в городе Анкаре. Подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, в том числе в рамках деятельности двусторонней межправительственной комиссии, по сохранению динамики показателей торговли и продвижению приоритетных инвестиционных проектов в разных отраслях экономики с участием ведущих компаний и банков Узбекистана и Турции. В завершении разговора рассмотрен ряд актуальных вопросов регионального сотрудничества и международной политики. Президенты высоко оценили плодотворные итоги онлайн-встреч руководителей Министерств здравоохранения, экономики, торговли и транспорта стран Тюркского совета. Беседа прошла в традиционно открытой, конструктивной и дружеской атмосфере. Сегодня одной из основных задач является внедрение общепризнанных стандартов во всех секторах экономики. И с этой целью Национальный фонд пополняется стандартами, отвечающими международным требованиям. Только в этом году планируется принять еще 3000. Тогда мы сможем согласовать более 40% из них с мировыми правилами. Другими словами, Узбекистан адаптирует деятельность, услуги и продукцию к проверенным стандартам. Важно отметить, что такой подход на практике послужит повышению экспортного потенциала нашей страны. Согласно анализу, сегодня в Национальном фонде Узстандарта насчитывается 34 907 стандартов, из которых 8 299 или 24% соответствуют международным. А к концу года планируется увеличить их количество до 40%. В частности, международные требования внедряются в такие отрасли экономики, как энергетика, металлургия, автомобилестроение, электротехника, текстиль. Например, число международных стандартов, применяемых в производстве компьютерной и бытовой техники, достигло 1800. Только в 2019 году Ассоциации Узальтехсануат в сотрудничестве с агентством Узстандарт было принято 284 новых международных стандартов, которые в настоящее время постепенно внедряются в практику. Сегодня, наряду с увеличением видов производимой продукции, расширяется и география экспорта. В настоящее время обе организации работают над реализацией очередного инвестиционного проекта. Он нацелен на экспорт отечественных электротоваров в Европу. Согласно разработанной программе, предприятия в системе Узальтехсануат уже производят товары, отвечающие требованиям таких международных стандартов, как ISO, IEC, IEN. Имеется и сертификат соответствия IEC, который обеспечивает доступ к европейскому рынку. Для чего нужна сертификация? Как вы знаете, у каждого продукта есть свой рынок. Для того, чтобы занять достойное место, нужно, чтобы качество товара было на должном уровне. Отвечало международным стандартам. Мы уже начали активные действия для продвижения нашей продукции на европейских и мировых рынках. В частности, наши товары проходят проверку в лабораториях Германии, Латвии, России. Мы уже получили сертификаты CE, а также IEC. Как известно, получение подобных сертификатов требует затрат, но покрытие 50% расходов на внедрение международных стандартов на предприятиях и сертификацию значительно облегчило данный процесс. В свою очередь, международными организациями также создаются благоприятные условия для узбекских производителей. Ярким примером тому является и то, что акционерные общества УЗ «Кабель» и УЗ «Электроаппарат» «Электрошилд» стали членами технического комитета Международной электротехнической комиссии IEC. В свою очередь, членство в технических комитетах – это возможность участвовать в разработке международных стандартов, обмениваться опытом вместе с другими странами-членами этой международной организации. Принимаемые меры по поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса дают свои положительные результаты. Многие производства возвращаются к своему примычному ритму работы, а крупные линии и вовсе не останавливали мощности. При этом работа организована в строгом соответствии с требованиями карантина. Примеры из Ферганской области продолжат тему. Сегодня промышленные предприятия страны привыкают работать в условиях карантина, продолжают реализовывать свой потенциал, опираясь на твердую поддержку государства. Для того, чтобы производственные мощности не останавливались и у людей был источник дохода, в этот непростой период в стране принимаются все необходимые меры. Общество с ограниченной ответственностью Фархуана Ясен Курилиш Малдаре расположено на холмах Бешарыкского района и ведет свою деятельность с начала текущего года. Предприятие ориентировано на выпуске цементных изделий и строительных материалов. На первом этапе проекта китайские инвесторы вложили в производство 50 миллионов долларов. Да, темпы работы не сбавляются. И чтобы продолжить производство в прежнем режиме, здесь приняты все необходимые меры предосторожности. Безопасность и здоровье работников находятся под постоянным контролем. Строго соблюдаются правила санитарной гигиены. А здесь местные китайские специалисты ведут контроль и управляют техническим процессом производства. Первый этап проекта совместно с нашими коллегами из Китая мы начали полтора года назад. После его реализации было создано 350 рабочих мест. Производственная мощность нашего предприятия составляет 2500 тонн портлан цемента в день. Основное сырье из весняк добывается на плато шурцов, находящиеся неподалеку. В прежнем темпе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм работают и другие предприятия реального сектора экономики. Так, молодой предприниматель Шурзот-РК Боев помогает обеспечить местных жителей Бешерыхского района постоянной работой. Это самый отдаленный район Ферганской области. И вопрос трудоустройства населения, особенно молодежи, в сельской местности всегда актуален. В этом году деятельность предприятия, специализирующегося на производстве мебели и металлоконструкции, была значительно расширена. Для этих целей было привлечено 6 миллиардов суммов. Недавно было установлено оборудование на 1 миллиард суммов. Помимо производства мебели и металлоконструкции, мы также занимаемся выпуском дизайнерской рекламной продукции. Это то, что мы видим на баннерах, панно, панелях. В Узбекистане в этом направлении наша продукция является конкурентоспособной. Основная цель – привлечение молодежи к занятости, чтобы как можно меньше наших соотечественников уезжали на заработки в другие страны. Конечно, последствия пандемии сказались на инвестиционных проектах в Бешарыке. Таким образом, 5 несостоявшихся проектов заменили другие. Три в медицинской сфере и два в строительной, реализация которых уже началась. Далее новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу. Новые данные озвучит главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков. По последним данным Министерства здравоохранения, зараженных коронавирусной инфекцией в Узбекистане – 3089 человек. Выздоровевших – 2532. 13 летальных исходов. У нас в Республике Узбекистан более 81% пациента выздоровелись от коронавирусной инфекции и переведены в центры реабилитации. Согласно информации, полученной от Министерства здравоохранения, на сегодняшний день продолжают получать лечение по поводу коронавирусной инфекции еще 551 пациента. Согласно оценкам специалистов, состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое. У нас в Республике карантинные мероприятия продолжаются. Более 44 тысяч наших соответственников находятся на карантине. Из них более 17 тысяч в стационарных условиях. Уважаемые соответственники, к великому сожалению, у нас в Республике Узбекистан коронавирусная инфекция встречается среди тех, кто не находится в карантине. Поэтому нам необходимо будет соблюдать все меры предосторожности, соблюдать требования, предъявляемые во время карантина и ограничительных мероприятий. Если нет необходимости, вам надо будет оставаться дома. При выходе на улицу обязательно будьте в маске и соблюдайте правила ношения масок. При общении обязательно соблюдайте дистанцию. По возвращению домой обрабатывайте руки антисептиками. Таким образом мы можем повлиять на эпидемическую ситуацию в Республике Узбекистан. Помните, от поведения каждого из нас зависит дальнейшая стабилизация или осложнение эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан. С каждым днем становится все больше выздоровевших от коронавирусной инфекции. После реабилитации эти люди вернутся к своим семьям. А за каждым случаем судьба человека. Радость близких и, конечно же, медицинских работников, которые сейчас на передовой и стремятся помочь каждому пациенту. С началом пандемии коронавируса результат самоотверженной работы медицинских работников, которые добросовестно выполняют свои обязанности и борются за здоровье наших соотечественников, с каждым днем становится все более весомым. Об этом свидетельствует и радость на лицах этих граждан, поборовших вирус. Когда мне поставили диагноз коронавирус, признаюсь, очень испугался, боялся за здоровье своих близких. Рад, что все осталось позади. В клинике нас лечили очень хорошо. Сегодня ухожу отсюда совершенно здоровым. Из клиники научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний направлены на реабилитацию 16 человек. 12 из них приехали из-за границы и были помещены на карантин. Благодаря усилиям врачей и эти граждане сегодня в числе вызовывших. Самому старшему из них 63 года, а самый младший родился в 2019 году. Когда мне сообщили на границе, анализы сдал, сообщили о болезни, конечно, как говорится, внутри где-то ёкнуло. Большое спасибо нашим врачам, нашей медицине, что помогли, как говорится, избежать эту проблему. Рад очень, что вот попаду домой, к своей семье, близким. К сожалению, порой мы забываем, что самое большое счастье – это здоровье. Подвергая его риску, мы ставим под угрозу и здоровье наших родных и близких. А ведь требуется от нас не так много соблюдать обычные правила санитарной безопасности, следовать советам наших врачей. Помню день, когда была госпитализирована. Состояние оценивалось как критическое. Первым делом доктора успокоили, оказали психологическую помощь. Со временем, благодаря их усердию, пошла на поправку и, как видите, уже полностью выздоровела. Вот так слова благодарности работникам здравоохранения сегодня выражает теперь уже бывшая пациентка Института вирусологии. И действительно, успокоить, настроить пациента на лучший исход событий при критических ситуациях – очень важно. От этого во многом может зависеть то, как будет протекать болезнь. Благодаря усилиям врачей и медиков, их любви к своей профессии число выздоровевших растет. Своё искреннее спасибо готов сказать каждый, кто смог побороть COVID-19. Всего из-за Института вирусологии были выписаны 17 пациентов. Семьи разоразились в результате контакта с больными. Остальные прибыли из-за рубежа и были помещены на карантин. Впереди процесс реабилитации, а после – возвращение домой, к родным и близким. Новый инновационный проект в области строительства мостов реализуется в Новои. Так, в эти дни еще более ускорилась работа по возведению наземного мегамоста для пешеходов на перекрестке улиц Амира Тимура и Галаба, который, к слову, является весьма оживленным. Сооружение сделает город еще более удобным для жителей и гостей. Совсем скоро реализация проекта завершится. Задействовано порядка ста строителей. Другие подробности – в репортаже программы. Возведение любого моста начинается с инженерных изысканий и разработки проектной документации. Благодаря современным технологиям, используя специальные программные комплексы, можно значительно сократить время проектирования. А опыт специалистов позволяет подобрать наиболее эффективные технологические решения при строительстве мостов для сокращения сроков и стоимости строительства с учетом возможностей завода-изготовителя и монтажной организации. Важно правильно и рационально выбрать конструкцию будущего сооружения, определить нагрузку на несущие опоры, выполнить расчеты до мельчайших деталей. Это новый мост, строящийся на перекрестке центрального дехканского рынка в городе Новаи. Он возводится для создания дополнительных удобств населению и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. А также появится возможность устранять возникающие здесь пробки. Объект находится в завершающем стадии. Привлечены субпотребные организации «Югпроммонтаж», «Элемент Крулещ» и «Интеркармана». В данное время ведется работа по устройству зонтика, устройства лифта и ведется благоустроительная работа и озеленение. Стоимость данного проекта составляет около 15 миллиардов сумм. Главным подрядчиком является государственное унитарное предприятие «Применение мостов Новаи». Заказчиком – новаиское предприятие по использованию дорог. Рядом с этим перекрестком расположены дехканские и вещевые рынки в различной организации. Этот участок дороги является самым оживленным в городе Новаи. К примеру, за минуту его пересекают порядка четырех сотен человек. Здесь планируется установить лестницы, пандусы и лифт грузоподъемностью в одну тонну для пожилых людей и лиц с особыми потребностями. Сейчас строительные работы завершены на 80%. Объект запланировано сдать в эксплуатацию к осени. Обычно в праздничные дни на дехканских рынках становится особенно многолюдно. Но в период пандемии коронавируса необходимо полностью соблюдать правила карантина. На всех дехканских рынках организованы контрольно-пропускные пункты. Обеспечивается социальная дистанция между посетителями. Ведется контроль также за ценами и качеством представленной продукции. Наша съемочная группа изучила реальную ситуацию дел на торговых точках. В целях изучения текущей ситуации на рынках наша съемочная группа в сотрудничестве с департаментом при Генеральной прокуратуре побывала на дехканских рынках столицы. Фархат, Челанзар и Аския. Изучения показали, что цены на продовольственную продукцию приемлемые. На основе принципа с поля к столу фермеры реализуют овощи и фрукты непосредственно на рынках, обеспечивая при этом их доступность. Я сама из Ингиюльского района. В моем распоряжении есть приусадебный участок. Всего 24 сотки. Сама выращиваю и продаю. Здесь в городе для нас, фермеров, созданы хорошие условия. Есть и помидоры, огурцы, болгарский перец. Из фруктовых есть урюк и черешня. Следует отметить, что столичные рынки сегодня полны изобилием плодовощной продукции, которые поставляются фермерами из Каракалпакстана. Мы приехали из Каракалпакстана. Реализуем товары наших фермеров на организованной праздничной ярмарке в Ташкенте. Раньше мы просто сдавали продукцию на дихканские рынки. Теперь же здесь для нас созданы все необходимые условия для свободной торговли. Покупки производятся как за наличный расчет, так и по терминалу. За последние 10 дней при практической помощи департамента и других ответственных организаций через зелёный коридор из Ташкентской, Ферганской и Хашкадаринской областей с первых рук было доставлено в районы столицы 18,8 тонны говядины, 7,5 тонн баранины. Из Самаркандской, Ташкентской и Харезамской областей почти 48 тонн куриного мяса. А из Индижана, Бухары, Новои и Сурхандари было поставлено 5371 тонна картофеля, 16004 тонны лука, 288,8 тонн моркови, 97,6 тонн помидор, почти 150 тонн огурцов и 3706 тонн другой продовольственной продукции. Я постоянно покупаю продукты именно здесь. Хочу сказать, что всё свежее. Я очень довольна. И даже в период карантина здесь можно всё найти. В преддверии праздника решил сделать покупки. Всё в изобилии. И несмотря на карантин, всё доступно. И в Термезе на центральном Дихканском рынке ответственными организациями были созданы контрольно-пропускные пункты, следящих не только за соблюдением всех необходимых карантинных мер, но и за тем, чтобы не было искусственного завышения цен. На рынке все покупатели придерживаются социальной дистанции. Словом, соблюдаются все правила карантина. С поля к столу. Исходя из этого принципа, областным управлением департамента и ответственными ведомствами постоянно изучаются потребности населения в основных продуктах питания. Также ведётся контроль качества продукции и доступность цен. Ну а для покупателей фермеры предлагают широкий ассортимент к праздничному Достархану. Ургенческий центрально-дихканский рынок считается одним из самых крупных в регионе. Именно здесь осуществляет свою деятельность более 2000 предпринимателей, которые обеспечивают население качественной продукцией. Значительно дешевле цены на мясо, масло и яйца на организованных прилавках Эль-Гехазмат, чем в других торговых центрах. Ну а для плодовощной продукции организованы отдельные павильоны. Именно здесь фермеры продают то, что было выращено кропотливым трудом. В праздничные дни Хаита мы выходим на рынок. Есть и помидоры, огурцы, свежая зелень. Спасибо фермерам за большой ассортимент продовольствия. Ответственными лицами постоянно ведётся контроль за качеством продукции, а также за тем, чтобы она была доступна. И праздничные дни не исключение. Главное, чтобы всё было в достатке и изобилии. Такие усилия, предпринимаемые меры в регионе служат благосостоянию населения и процветанию дихканских рынков. Вопросы развития приусадебного хозяйства являются важным фактором обеспечения продовольственной безопасности, занятости и доходов населения. Чтобы на прилавках дихканских рынков было всё необходимое, фермеры из Сурхандаринской области стараются рационально использовать каждую сотку земли. В связи с этим принимаются меры по поливу орошаемых земель 2-3 раза в год. А льготные кредиты, предоставляемые Фондом поддержки фермеров, дихканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, являются важным фактором дальнейшего развития отрасли. В результате проводимой работы по увеличению количества предпринимателей, их среди сурхандаринцев становится всё больше. Согласно постановлению о дополнительных мерах по усовершенствованию деятельности фермерских, дихканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, было создано общество с ограниченной ответственностью. Приусадебная служба, которая способствовала эффективности работы в данном направлении. Также фондом при данном ООО выделяются льготные кредиты, которые являются хорошей финансовой поддержкой. Если до сегодняшнего дня со стороны фонда было направлено кредиты в размере 41 млрд 243 млн сумм, из них 16 млрд 505 млн сумм были выделены 12 обществом с ограниченной ответственностью приусадебной службы, а также 23 млрд 632 млн сумм получили владельцы приусадебных участков. Продолжим на примере Байсунского района. Например, со стороны общества с ограниченной ответственностью приусадебная служба Гранд Гарден была сдана в эксплуатацию холодильная камера, рассчитанная на 2000 тонны. Это поможет сохранить выращенную продукцию фермерами, дехканами и владельцами приусадебных участков в продукцию качественно. Также со стороны данного общества реализуется ряд мер по глубокой переработке сельхозугодий. В частности, на ее базе налажено разведение породистого крупнорогатого скота, что в свою очередь также играет важную роль в обеспечении населения в изобилии мясомолочной продукции на прилавках рынка. Для этого предприниматель наладил деятельность малых цехов, производящих 25 видов молочной и 35 видов мясной продукции. На сегодняшний день со стороны фонда нам выделено 960 миллионов сумм. Эти средства мы направили на обеспечение населения крупнорогатым скотом, компактными теплицами, саженцами. Кроме того, на основе еще двух миллиардов возвели теплицы и скоро уже получим урожай. Также в Банаханском районе организовали приусадебную службу и налазили работу по глубокой переработке фруктов и овощей, открыли цех по производству консервы. На сегодняшний день остались только монтажно-установочные работы. Необходимо также отметить, в настоящее время увеличен спрос на создание тепличного хозяйства на приусадебных участках. Таким образом, с этих площадей можно будет получить урожай по 3-4 раза в год. Самая главная инициатива владельцев приусадебных земель поддерживается со стороны государства. Кстати, в 2020 году будет выделено еще 5 миллиардов 700 миллионов в Сурханскому Оазису, а обществу с ограниченной ответственностью приусадебной службе еще свыше 10 миллиардов сумм. Осуществляемые меры в первую очередь позволят обеспечить продовольственную безопасность. Во-вторых, стабильность цен на рынках. Аллея литераторов Аллея литераторов, созданная в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Набаи, сегодня уже превращается в центр культуры, духовности и образования, особенно для молодежи. Здесь, соблюдая карантинные меры, проводятся просветительские мероприятия, в частности, открытые уроки. Один из них был организован при участии военнослужащих и курсантов Военно-технического института Национальной гвардии. В центре внимания творческое наследие нашего предка Захиридина Мухаммада Бабура. Изучение творческого наследия наших великих предков, его широкое использование в воспитании молодого поколения, являются одними из важнейших задач в Узбекистане. Достойно внимания то, что в результате комплексной созидательной работы в стране был создан единый архитектурный ансамбль Аллеи литераторов, что, в свою очередь, будет способствовать подъему национальной литературы на более качественный уровень. Иными словами, эта аллея будет служить во имя больших целей. Увидев воочию красоту Аллеи литераторов, ее неповторимость, еще раз можно убедиться в том, что вопросы национальной литературы, духовности, даже в самых сложных условиях, всегда будут оставаться под пристальным вниманием. Не зря местом приведения открытого урока при участии военнослужащих и курсантов Военно-технического института Национальной гвардии стала именно Аллея литераторов. Тема урока «Бабур. Государственный деятель и полководец». Говорилось о великом наследии всемирно известного узбекского поэта, его вкладе в развитие литературы, культуры и поэзии средневекового Востока. «Наш урок был посвящен обсуждению военного искусства Бабура, народного движения в Мавраннахре. Думаю, наши курсанты исчерпали для себя много необходимой информации. Безусловно, приведение такого рода творческих встреч играет важную роль в воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к родине». В ходе урока также прозвучали газели и рубаи из творчества Захаритина Мухаммада Бабура. Активное участие молодежи в данном процессе говорит об их уважении к наследию великих предков, о глубоком интересе в изучении их творчества. Планируется, что подобные культурные мероприятия в системе Национальной гвардии будут проводиться на регулярной основе. В соответствии с принятым постановлением, которое предусматривает дополнительные меры по социальной поддержке военнослужащих, вооруженных сил Республики Узбекистан и членов их семей, вот уже на протяжении трех лет предусмотрены льготы в виде дополнительных квот для детей военных на учебу в вузы страны. Во всех военных округах прошли церемонии вручения рекомендаций. О планах абитуриентов узнавала моя коллега Лола Ракаева. За образцовую военную службу и преданность Родине льгота приложится. О том, что родители военные, большинство из представителей молодого поколения сегодня может только гордиться. Заслуги военнослужащих Узбекистана особо отмечены со стороны государства рядом льготы привилегий, касающихся в большей части поддержки социальной и материальной. Достаточно весомой семьи военнослужащих отмечают преференцию для детей военных на поступление на учебу в вузы страны. Им выдаются рекомендации на основе выделенных государством квот, а именно 5-процентная дополнительная квота на основе государственного гранта. Она гарантирована соответствующим правительственным решениям категории военнослужащих, внесших достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, достигших определенных результатов служебно-боевой и научной деятельности, которые на протяжении длительного времени демонстрируют образцовую службу. Сегодня мой сын Абдулаев Азиз получил рекомендацию для поступления в высшее образовательное учреждение. Вот уже три года в системе вооруженных сил дети военнослужащих получают вот такие льготные рекомендации. Мы благодарны нашему президенту, нашему правительству. Надеюсь, что мой сын поступит в выбранное им учебное учреждение, выйдет оттуда специалистом высшей квалификации. Хочу поступить в Ташкентский университет информационных технологий. Хочу стать программистом и в будущем оправдать все... Я хочу оправдать доверие отца и работать на благо Родины. В этом году для социальной поддержки защитников Родины порядка 1 тысячи детей, действующих военнослужащих, и 90 детей, погибших или получивших инвалидность вследствие ранения или заболевания при исполнении служебного долга получили рекомендации для поступления в высшее образовательное учреждение страны. Подобные мероприятия прошли во всех военных округах. Юго-Западном Особом, Ташкентском, Восточном, Центральном, Северо-Западном военных округах, а также в командовании ПВО и ВВС Узбекистана, где военнослужащие с гордостью выполняют ответственную миссию. В надежде, что их служба, безусловно, показательна и для тех, кого вырастили и воспитали. А значит, в скором времени и они сами будут гордиться, что сын или дочь стали студентом. Такова была информационная картина дня. Оставайтесь вместе с нами. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. До свидания.